С нами Кирилл Терещенко, генеральный директор компании Котани СНГ и Россия и модератор всех практически сессий сегодняшнего первого дня нашей выставки World Food Moscow 2022. Кирилл, здравствуйте. Давайте подведем какие-то итоги сегодняшнего дня. О чем сегодня говорили, какие тенденции обсуждаются, что интересует рынок? День был крайне насыщенный. Три больших блока. Аналитический блок, панельная дискуссия со всеми топ-ретейлерами на рынке. И день завершался, по сути дела, завершался интервью с CEO компании Лента, наш третий по величине, третий ритейлер по размеру на рынке. Ну, что могу сказать? Ну, как всегда, прекрасная организация. 31-я по счету выставка World Food Moscow. Очень вовремя, то есть начало делового сезона, осень, начало деловой активности. Ритейл готовится к высокому сезону и со стороны поставщиков, со стороны закупки четвертый квартал подходит. Ну и плюс все мы живем в парадигме там прошедших двух лет постковидный эффект. Начало СВО там, да, в феврале, ужесточение санкций, давление на рынок, которое не могло не сказаться на первую очередь логистические цепочки, на поставщиков и так далее. Вот, поэтому было очень интересно в этом разрезе в первую половину дня послушать аналитические блоки. Он был просто прекрасный, потому что Инфолайн дал общую картину мира, потом, собственно, Сбер, Роскачество, Минпромторг и Нильсон детализировали эту картину по потребителям, по росту частной марки, по покупательной способности, по всем остальным вопросам. Поэтому я думаю, что, ну, все, кто слушал полностью эту сессию, в голове картина полностью сложилась, да, что у нас здесь и сейчас. Не подтвердились прогнозы о предстоящем апокалипсисе, да, рынка там сентябрь-октябрь, там до конца года. Общая там оценка там более чем оптимистичная у ритейла в том числе. Это подтвердили первые и вторые лица всех крупнейших федеральных сетей сегодня в панельной дискуссии. После этого это подтвердил Владимир Сорокин в персональном интервью CEO компании Lenta. Очень откровенно, что было для меня небольшим даже открытием, очень откровенно ритейлеры рассказали о своих планах органического развития на следующий год, потому что, ну, начинается переговорная кампания октябрь-ноябрь, уже вот она там через неделю стартует. У всех будут специальные дни, X5 диалог, магнит на одной волне, лента объявила сегодня впервые с 2014 года, что в октябре, по-моему, 20 октября, дату они вышлют тоже, будет открытый диалог с поставщиками, будет в оффлайне то, почему там все соскучились. Поэтому, ну, день крайне интенсивный, огромный объем информации, огромное количество презентаций, статистики, материала. И вот что реально порадовало, если так вот в одну фразу подвести какую-то черту и итог, то общий оптимистичный, достаточно оптимистичный, понятно, что со ссылкой и с оглядкой на происходящее вокруг, да, в экономике, мы не будем давать сейчас политические оценки никакие, но, тем не менее, в целом оценка вот рынка и трендов, она такая, достаточно позитивная. Есть нюансы, но все, в общем, не так плохо, как оно представлялось раньше. Как оно представлялось как-то весной, да, было страшно, нелепо, ужасно, да, и вот вообще непонятно, что дальше. Сейчас рынок научился работать и в этой парадигме, это подтвердили все, поставщики, ритейл. И очень классный, откровенный, понятный диалог. Я думаю, что, ну, вот кто внимательно слушал, весь день в голове прояснилось многое, и доля оптимизма, она увеличилась. Что ждете от последующих дней вообще вот выставки всей? Ну, я жду дальше более уже углубленный, более тематический, более такой категорийный диалог по интересам, по темам и так далее. Сегодня мы получили общий срез, общую оценку, и уже с ней как бы, да, все поставщики, ритейлеры начнут там диалог в своих деталях, в своих категориях, в своих продуктах, ну, что, в общем, характерно для World Food, и в чьей неделе будет вот эта вот активная плодотворная работа. Я знаю, что очень много представителей ритейла с регионов, с крупных федеральных сетей, все закупщики по категориям здесь как бы отправлены на эту выставку, то есть эти диалоги уже, по сути дела, начались, будут продолжаться всю неделю, ну, что, в общем, здорово, для чего, собственно, выставка и существует. Здорово, будем настраиваться на плодотворную работу, спасибо вам огромное, да, спасибо. Спасибо, до свидания.